Состоялось заседание совета, очередное. Внеочередное. Ну, как обычно. Очередное, внеочередное заседание совета. О чем оно, Павел Николаевич? Какие-то все-таки есть результаты? Или, собственно, бессмысленно вообще в нем принимать участие, когда это слово не дают и, в общем-то, не слушают, когда уже все запланировано и задумано заранее? Ну, смысл есть всегда. Хотя на самом деле слово тебе не дают. Вот сегодня, например, есть же порядок какой-то. Сначала утверждается регламент, повестка дня. По повестке дня можно выступать везде, кроме совета депутатов Ленинского городского округа. У нас там сказочный, конечно, председатель, который нарушает все, что можно и нельзя. Здравого смысла никакого нет. И поэтому он там идет в собственном понимании, как должно, по его мнению, вестись заседание. По понятиям? Значит, ну, я бы даже сказал, даже не по понятиям. Потому что хоть какой-то регламент есть, в регламенте четко написано, как проводятся заседания. Потому что, например, председатель не имеет права перебивать выступающих, комментировать их выступления. Он говорит, ну, он про этот регламент, видно, один раз вспомнил, когда голосовал, и потом забыл. Причем, так интересно написано у нас правильно, все заседания внеочередные. Хотя, на самом деле, вопросы, которые там рассматриваются, должны иметь какое-то, ну, скажем так, сначала обоснование, а потом обсуждение. Вот, и вот этот документ, который мы сегодня принимали, чего? Изъятие отставлено без извинений большую сумму. Сегодня пришли от Андрея претензию, чтобы мы завтра уже отправили ее. Хорошо. 87 миллионов. Прочти, да. Ну, 886-760 миллионов. Ну, хорошо. Так вот, удивительная подготовка заседания. Смотрите, сегодня у нас какое число? 11-е, да? 9-го числа в 19 часов 35 минут на электронную почту всех депутатов поступило уведомление, что повестка дня разослана, заседание произойдет 11-го числа в 10, то есть меньше, чем полутора суток. А вопросы такие, изменения в бюджет, 141 страница текста, нет ни заключения контрольной счетной палаты, нет никаких обоснований, и за полтора дня ты должен перелопать где-то текст и понять, что на самом деле там происходит. Причем изменения такие глобальные, на 790 миллионов рублей в расходную часть вносится изменения. Ну, и там куча всяких положений, которые надо хотя бы прочесть. А вот 10-го числа будет комиссия, у них такой интересный пример, комиссии не работают кроме одной, она у них включает все. И на комиссию вроде как должны появиться все депутаты, причем они половина или там большая часть вообще не понимают, что это такое в бюджете, не разбирается. Ну и должны принять решение, стоит рассматривать этот вопрос или не стоит. Вообще, по идее, комиссия, у нас есть комиссия по бюджету, должна была отклонить сразу проект бюджета. Почему? Потому что по бюджетному кодексу бюджет носится вместе с некоторыми документами. Пояснительная записка, но она была. И главное заключение контрольной счетной палаты. А заключение контрольной счетной палаты, которая тоже получила этот документ вечером 9-го числа, ну, извините, меня нужно, конечно, готовить. Контрольная счетная палата на коленке написала непонятно что, но ей хоть какое-то обоснование дали. А нам никаких обоснований депутатам не поступило. Ну, естественно, утром 10-го числа я пишу запрос начальнику финансового управления и главе о том, что отдайте разъяснение, что вы там имеете в виду. Потому что все ссылаются на какие-то справки, сметные расчеты, служебные записки замглавы. Ну и начинаем разбираться, выясняем, что оказывается по исполнительному листу, по решению суда, 57 миллионов надо заплатить компаний, которая на самом деле объявлена банкротом, но по ее заявлению еще когда-то начальник управления образования, начальник финансового управления перечислили деньги по договору цессии, хотя не имели на это право делать и отправили деньги неизвестно куда. А теперь решением суда нужно еще 57 миллионов заплатить за ту же самую работу, но только уже компания, которая делала это все. Начинаем разбираться, выясняем, что сама же муниципальная власть в лице вот этих людей ходатестовала о банкротстве организации, а потом по непонятной причине отправила деньги неизвестно кому, которые не работают. Хотя в договоре четко написано, что отправлять деньги нужно только тому, кто произвел работу. Теперь арбитражный управляющий требует по решению суда деньги с нас, а вот претензии о том, что нужно деньги вернуть той компании, которая перечислялась, никто не написал. И это длится с 19 года, с ноября месяца. И в результате бюджету нанесен ущерб минимум 57 миллионов, но глава, вместо того, чтобы возбудиться и начать разбираться, а кассационная инстанция только на 25 марта назначена, вдруг принимает решение внести это в бюджет. Он говорит, когда сегодня он выступает по этому вопросу, он говорит, да я там такого наобнаруживал, то есть его предыдущие эти братья-единороссы, накрутили не только в этом вопросе, но еще и там он приводил, в пример, здание ГИБДД, еще что-то. То есть мы в ближайшее время начнем платить по исполнительным листам, ну, скажем так, бешеные суммы, потому что предыдущее руководство, все эти, так называемые, великие главы, которые предлагались губернаторам, накрутили такого, что теперь нужно просто из бюджета платить и платить. Недавно совершенно мы принимали решение в бюджет, внесли 6 миллионов 200 тысяч, потому что предыдущий глава там разрушил павильон одного бизнесмена, не имея на это никаких прав. В результате бизнесмен выиграл суд, и мы компенсации выплачиваем за павильон, за имущество, которое было в павильоне, и все это сделал, вроде как бюджет должен рассчитаться. Я спрашиваю, а вы к ответственности привлекли, кто принимал это решение? Нет, не привлекли и не собираются. Поэтому я говорю, безнаказанность просто сумасшедшая. 6 миллионов, теперь 57 миллионов, а судя по всему, это не последний случай, когда они делают какие-то вещи, которые нормальные бизнесмены никогда не сделали, да и вообще это запрещено законом. Сидит прокуратура, молчит, хотя слышит прекрасно все. У меня возникает естественный вопрос, а глава-то, который подписывал проект изменений в бюджет, он что, не видел, что это за безобразие? Это на совете он вдруг стал говорить, что у него волосы, оставшиеся на голове, дыбом встали. И это все попало, в том числе и в записи. То есть он ни в пирта не смотрел, он говорит, потому что делали его предшественники, потому что он должен был написать, как минимум, в прокуратуру, прошу разобраться, законны ли эти действия, незаконны. Он должен был подать претензию на то, чтобы если уж одна фирма выиграла дело, то другой нужно эти деньги содрать. Он говорит, он ничего не делает. А дальше еще интереснее ситуация. Вдруг в бюджете, смотри, расходная часть 790 миллионов, 57 минус, остается 700, допустим, 30. 300 миллионов на благоустройство сквера. Я беру документы и говорю, слушайте, у нас весь парк, а он 1,2 гектара, веревочный город, замки, все они итеративные вот эти вот наши сказки, все обошлось совхозу 175 миллионов. А у вас там меньше 50 соток, что вы там делать-то собираетесь, если 300 миллионов, собираетесь вложить в это дело? Это вот как известная американская мудрость о том, что такое слом. Это мышь, сделанная за муниципальные деньги. Они, то есть обоснования никаких нет. Они пригоняют на совет ветеранов, которые говорят, что нужно это все, ну я имею в виду не это все, а нужно выковечить память, что-то сделать с этим сквером. Ну конечно нужно, но можно сделать это за 10 миллионов, можно за 50, можно за 100, а можно за 300. И будет то же самое. Оказывается, нет никакой концепции, они там на комиссии вчера, даже единороссы уже офигели, потому что обоснований-то нет никаких. Как это будет происходить? Почему это таких денег стоит? Никто не может ничего сказать. Голова сидит, вы знаете, у него только одно обоснование. Я видел эти проекты, но я хочу побывать на открытии этого, ну как это, мемориала. Слушай, ну ты уходишь в Красногорск, ну и сделай там у себя за 300 миллионов мемориал. И даже если тебя потом не посадят, потому что на самом деле это же понятно, что можно, конечно, и 500 миллионов закопать, но у нас есть более насущные нужды, мы об этом сегодня говорили, что вы же сами в этом же заседании предлагаете с тысячи до двух тысяч выплаты участникам войны, ветеранам, детям войны добавить. Две тысячи, мы уже с 2015 года, Совет депутатов Совхоза Ленина принял такое решение. Они пытаются сейчас поднять до решения Совета депутатов. Сейчас его можно пять писать, или там шесть тысяч, мы об этом говорили. Наши предложения не рассматриваются. Коммунисты сегодня говорят, давайте внесем. Вместо двух, пять, тем более деньги в бюджете теперь есть. 300 миллионов мы вам уже точно сэкономили. Потому что, ну, сейчас вопрос. То есть решение по поводу того, чтобы этот сквер был... Председатель Совета просто не поставил на голосование. Не поставил на голосование. А нет, а Советову очень интересно получилось. Он вообще не понимает, как вести заседание, потому что он вдруг решил, ну, обычно голосует за основу, а потом поправки. Или там исключить, да. А он сказал, давайте проголосуем за сквер. Естественно, большинство, даже единороссы не стали голосовать за сквер. Потому что я сказал, слушайте, это что, дембельский аккорд нашего главы? Он говорит, это что за предложение? Он говорит, ну, и глава настаивал, как будто бы на этом. Но Совет его не поддержал. Потому что, ну, честно, он-то уходит, а нам тут жить и объяснять, куда эти деньги потом делить. Вот, поэтому это не прошло предложение. Так же, как и 57 миллионов сняли. Они даже до голосования уже поняли, что это большой скандал, и поэтому сами сняли. Поэтому остальное, извините, бюджет приняли. Но, опять же, сказать, что мы довольны, или фракция КПРФ, или я, нет. Потому что они не ответили на вопрос. Там огромные суммы на, например, приведение в нормальное состояние туннеля, который в Видном находится. Там много того, что нужно спросить, и ответить они на это не могут. Вот, денег много. Понятно, что угробив сельские поселения, они фактически получили огромные деньги, и теперь могут ими распоряжаться. Но, почему, например, финансирование, например, того же детского сада в совхозе Ленина уменьшено на 5 миллионов? Дети что, меньше есть стали? Или зарплату надо снизить? Они ссылаются на методику. Я звоню первому заместительнику, министра образования, говорю, что за методика у вас такая, что в результате, при инфляции, вы уменьшаете ассигнование на ребенка. Он говорит, ну, у нас такая методика, там, значит, мы будем разбираться. Все тут разбираться. Тут надо сразу менять методику или коэффициентами выводить эти деньги. Потому что меньше быть не может. Это что, позиция губернатора такая? Занизить содержание? У нас есть такое понятие подушевое финансирование на одного ребенка. Значит, он, когда пришел к власти, пришел, и было 20 тысяч на ребенка, и потом он сделал 14, сейчас еще уменьшил. И поэтому это, как это, вот это вот, главное не быть, главное оказаться, это не только лозунг, который один из французских королей провозгласил, это еще и губернатор вместе со своими. Он, главное, не казаться, то есть не быть, не делать что-то, а оказаться, что все хорошо. Поэтому 3 миллиарда на пиар в области, плюс еще огромные деньги, вот мы в бюджете Ленинского района посмотрели, они же вкладывают в СМИ денег уже больше, чем в некоторые абсолютно нужные социальные развития пенсионеров. Поэтому это все очень неприятно. У нас там меньшинство, у нас 4 человека, мы пытаемся что-то сделать, ну вот удалось, ну просто я понимаю, что мы написали сразу им вчера письмо и копию отправили прокурору. Что вы смотрите, что у вас там делается. Надо возбуждать уголовные дела по людям, которые допустили фактически не целевой исход, ну просто убытки бюджета. А что касается председателя, ну слушайте, ну понятно, человек, который получает вроде как на освобожденной должности, а на самом деле адвокатское бюро там какие-то совершать действия, ну совершенно непонятно. Я еще не говорил, в каком режиме. Было внесено предложение увеличить, ну не увеличить, а изменить коэффициенты, связанные с незаконной рубкой деревьев. Сейчас это стало просто притчей выездиться. Но все это связано с чем? Земли колхоза Владимирича, которые на самом деле могут находиться только в Горкинском сельском округе, вдруг стали результаты по всему району. И оказались в Булатниково, в Развилке, в Молок, на Володарке, где только хочешь. Мы составили карту и выяснили, что почти 235 гектар вот таких вот земель разлетелось по всему району, и это обыкновенная мошенническая схема. То, что не могли там эти земли оказаться. Они оказались в руках частных лиц, хотя на самом деле до этого они были государственными. И вот сейчас ко мне обратились жители Маловидного, что там тоже лесной массив, который был всегда лесом, комитет лесного хозяйства, во всех планшетах, которые у нас тоже есть, а мы сопряжены с ними, указывал, что это лесные земли. Вдруг они стали землями частного лица. И такое земли садоводства, наш кусок земли один с помощью махинаций через паи вдруг ушел в частные руки какого-то Володина. И стали разбираться, выяснили, что таких участков огромное количество. Это обыкновенная мошенническая схема. Да, там есть такие фамилии, как Радченко, как Краснонос, и там еще много есть фамилий. Пять фирм, которые мы пытаемся сейчас найти. И в этом деле решение судов, Видновского городского суда, судей Кравченко, которая потом перешла на работу в администрацию Ленинского района. И, конечно, никто как будто этого не знает. Но в результате потом рубки незаконные. А потом я спрошу, а сколько за незаконные рубки, штрафов и ущерба вы бы насчитали и наложили? Выяснилось, что ничего. Вот вообще ничего. За плановые рубки платят деньги, а за неплановые такие. И разговор одного из муниципальных служащих такой ответ. Ну, мы обращаемся в ВВД, а они их не находят. Подождите, что вы говорите? Если есть собственник, то без него, что ли, начинают пилить деревья? Ну, понятно, кто это на самом деле? Это фигуранты, те, которые оформили себе земельные участки и освобождают их, чтобы потом там что-то сделать. Значит, они должны оплатить ущерб. Ну, когда нужно, они быстро разбираются. А когда левиафан, так называемый, это когда все друг друга поддерживают прокуратура, суд, муниципальная власть и там дальше по тексту все, они говорят, как он так, и сверху все это еще крышуется, судя по всему. Поэтому мы сегодня, я потом позвонил прокурору, говорю, слушайте, а вы слышали, что отвечает присутствовал, ну, конечно, удаленно прокурор, и понятно, что он может отреагировать, что уже точно мы одно-то письмо написали, дальше нужно проверку проводить, и в том числе по зданию ГИБДД, и по другим там договорам, в том числе и по земле, которая всем уже становится притчей во языцах в районе. Люди могут бегать и скандалить сколько угодно, но пока не прекратится разбазаривание государственных земель, земли, находящиеся в несгонечной государственной собственности, мы ничего не добьемся. Представитель Совета Единорос тоже в этом замешан? Ну, это совпадает, но судя по всему по имени и отчеству можно предположить только, что это кто-то из его родственников, близких, потому что фамилия например, Радченко или фамилия Григорян, они не такие, как Иванов, Сидоров или даже Грудинин, их гораздо меньше, они там появились в последнее время в районе, но появились и пропадут, у нас до этого кстати были, у нас был такой Газейкин, председатель Совета, потом осужденный судом, ему суд признал мошенничество, хотя на самом деле там прямая была взятка, у нас есть опыт единороссов таких как Троицкий, Дроздов, Орлов, там много есть разных фамилий, Львов, все они покуролесили, а вот кто-нибудь задался вопросом, почему у нас вот такая череда смен глав, Хромов, Венцель, Спаский, теперь еще какой-то, они меняются как перчатки, у меня такое ощущение как вокзал, пришел с пустым чемоданом, ушел с полным, и потом его прикрывает, чтобы его, а в результате в районе все хуже и хуже, поэтому коммунисты должны, и они должны в ближайшее время выступить с инициативой вернуть обратно выборы, ну хватит уже издеваться над людьми, и нам нужен голова, который бы отвечал перед людьми, а не перед губернатором, который раз, год прошел и ушел, следующий год прошел и опять ушел, а спросить вроде как не с кого, он должен знать, что он долго здесь сидит, и поэтому, когда он подписал какой-то документ, перечислил какие-то деньги, он за это ответит, а он ни за что не собирается отвечать, ну и совет, конечно, когда снимают нормальных людей с выборов и вот это все наполняется вот эти места вот такими послушными и иногда просто немножко так недальновидными людьми, потому что эти же люди, вот например, сегодня одно выступление одного депутата, он говорит, я 8 лет или 9 лет уже депутатом, значит ты принимал бюджеты и ты принимал генпланы поселений, в результате никто выехать не может, канализации нет, водопроводов нет, электричество все время отключается, и ты за это ответил, и вот он сидит, я юрист, я там еще, ты кто? Ты как раз сделал так, что жить здесь стало невозможным, поэтому написал бы заявление и ушел, вместо того, чтобы рассказывать, что у тебя получилось, а получилось очень плохо. Ладно, будем считать, что... Павел Николаевич, а вот вы что-то про детский сад сказали, это что, коснется муниципального детского сада осигнования? это коснул всех детских садов, но почему мы об этом знаем, потому что осигнования, например, на детский сад замок детства уменьшены, по сравнению с прошлым годом, на 5 миллионов, и мы сейчас пытаемся договориться с областной и с районной властью, чтобы эти деньги не пропали, потому что нужно поменять другие коэффициенты, они почему-то применили коэффициент, который, на наш взгляд, неправильный, но факт остается фактом, все без исключения сельские, раньше не были сельскими, дошкольные учреждения, потом они теперь в результате перехода в городской округ надбавку потеряли, теперь методика изменилась, ну, мне с первой сельминистра рассказывал, что, знаете, маленькие детские сады мы больше поддерживаем, а большие меньше, я говорю, подождите, у вас подушевое финансирование, какая разница, в маленький детский сад или в большой детский сад ходит ребенок, он должен получать одинаковые ассигнования на себя, они уменьшили вдвое ассигнования на игрушки, раньше там 1600 рублей на ребенка, теперь 825, они, знаете, как это, пиар, можно потратить 3 миллиарда на пиар губернатора, а можно потратить 3 миллиарда на то, чтобы не уменьшались вот эти вот нормативы, ну, приоритеты расставляет кто, губернатор и Московская областная дума, поскольку в Московской областной думе сидят единороссы, вот у нас тут, это смешно, ходит депутат Жук вместе с депутатом Фетисовым, есть такие два единоросса, и за бюджетные деньги питаются в школьных столовых, сидят и едят, ну, это называется, мы-ка снимаем пробу со школьного питания, а на самом деле, ну, если хочешь пробу снять, ну, подошел, взял ложку, а тут сидит, и, видно, денег не хватает, единороссовских надет, вот они там кушают, ну, честно, можно, конечно, делать вид, но лучше его ассигнование подняли на горячее питание школьникам, вот, например, КПРФ предлагала все время стакан молока, кстати, это не новая вещь, это во многих странах мира есть такая программа, стакан молока, значит, в Китае, в Европе считается, что молоко является, действительно, натуральным, качественным продуктом, и детям ежедневно в школе бесплатно предоставляется вот это вот молоко, а у нас все попытка увеличить, скажем так, количество людей, которые, детей, которые не получат еду в образовательном учреждении. Кусок пальмового масла вместо стакана молока. Ну, слушайте, это отдельная песня, это мы когда-то, тут, я же давно и долго работаю депутатом, мы проводили анализ, мы картошку продавали по 10 рублей, а в соседнюю школу совхозную она приходила по 40. И объяснить это было невозможно, они же тендеры, закупки, обязательно нужно ассортимент предоставить, естественно, только посредник предоставить, перекупщик, вот, соответственно, раньше мы сюда, детские сады, в школу завозили свое молоко, свое мясо, когда у нас был свой убойный цех, овощи, яблоки, и по минимальным ценам, по оптовым продавали, ну, или там, сейчас мы ничего этого сделать не можем, потому что у них тендеры, закупки, госпрограмма, поэтому всякой гадостью травят детей за большие деньги, но качество отвратительное, ну, пришел, заранее предупредив, об этом какой-то единороз, ну, дали ему тарелку супа, ну, съел он ее, а что он может сделать, что тем более ходить, тем более, что это местная власть должна и губернатор заниматься питанием школьников, и поэтому этот пиар, этот дурацкий, значит, который они там делают вид, что что-то делают, вот, а мы вот в этом раз действительно реально поставили заслон на пути разбазаривания бюджетных средств, это 100%, если бы не коммунисты, если бы мы эти вопросы не поднимали, фракция КПР, сейчас бы, был бы опять этот, 300 миллионов, как это случилось, там же, я вот сегодня пример приводил, но надо же было угрохать 270 миллионов на благоустройство искры, за эти деньги можно было вообще не только эту территорию, но и прилегающуюся территорию и сделать просто идеальными, ну, так интересно написан был договор, что потом отказались даже от претензий, подписали документы все, и теперь даже если что-то там, ну, есть же понятие гарантии, что-то ломается, уже ничего не, как это, не привлечешь ту организацию, которая что-то делала, это все действия Единой России, это все действия существующей власти, и, Продолжение следует...